В эфире студия Репортёр. Здравствуйте, меня зовут Виталий Хеми. Представляю своего сегодняшнего собеседника Сергея Парпулански, председателя Арцисской районной администрации. Здравствуйте, Сергей. В эти дни у губернатора проходят активные совещания, посвященные формированию бюджета Одесской области на 2018 год. Накануне он встречался с представителями районных администраций, районных советов, обсуждали нужды регионов, нужды самой большой Одесской области. В том числе, наверняка, Сергей и вы успели пообщаться с руководством Одесской области. Арцисский район имеет свои достижения, но также имеет ряд своих проблем. Мы предлагаем сегодня их обсудить. Основные вопросы, которые стоят перед районом на 2018 год, ну, наверное, не только на этот год, но я предлагаю их озвучить. Для нас основные моменты, которые необходимо решить в 2018 году, это дороги, это питьевая вода, которая волнует всех жителей нашего района. Конечно же, вопросы, связанные с медициной, с образованием. Вы все обозначили. Давайте по порядку начнем. Вопрос питьевой воды. Наш телеканал обращал на это внимание еще весной. Казалось бы, проблема действительно важная, но не требует каких-то миллионов, миллиардных вложений. Что сделано по состоянию на ноябрь? На сегодняшний день у нас есть государственная субвенция на решение вопроса по резервуарам Арцисского городского совета водоканала. На эти нужды еще необходимы дополнительные средства. Кроме того, по селам, особенно южного, юга Арцисского района, есть большая потребность в питьевой воде, который на сегодняшний день приводится привозным способом. То есть в цистернах, как для 21 века немножко дикой ситуации. Поэтому на это обращает внимание губернатор по поводу районов юга Одесской области, потому что эта проблема присуща не только нам, но и соседним районам. И это связано с тем, что та вода, которая есть у нас в скважинах, она в основном техническая. Это связано и с экологией, и с теми работами, которые проводились еще при Советском Союзе. И поэтому, я так понимаю, в 2018 году будет принята областная программа «Питьевая вода», которая будет решать эти проблемы, которые накопились за многие годы в наших районах. Это будет какая-то подача нормальной воды, а не завоз, бочка на очереди? Да, есть несколько вариантов решения этой проблемы. И я думаю, что 2018-2019 год должны быть теми годами, когда эта проблема будет решена. Кстати, на самого Арциза. Я так понимаю, что вода поступает из подземного озера, где есть насыщенное содержание. Довольно насыщена вода сероводородом, но необходимо еще очищать от различных примесей. И по центральным каналам показывали вода с червями. Это вообще как бы тоже нонсенс для районного центра крупного. Нужно ставить очистительные механизмы. Есть какие-то продвижения в вопросе? Как я сказал, уже часть денег выделена на резервуары. Эта проблема накапливалась годами. Это не с сегодняшнего дня проблема. И основная задача, которую городской совет должен выполнить, это принять программу по решению этого вопроса по питьевой воде. И стратегически. Потому что точными шагами, ремонтируя водопроводы и точно ремонтируя резервуары, невозможно решить общую проблему. Поэтому это должна быть техническая экспертиза всего этого, это должны специалисты изучить полностью вопрос, который связан с водопроводом города. И указать, как решить общую проблему, связанную с водой в городе Эрцизи, которая является сама по себе технической. Но на самом деле, по вашим данным, деньги в самом Эрцизи есть на решение первого уровня проблемы? Деньги в городском свете. Денег достаточно. Бюджет развития, если мне не изменяет память, прошлого, этого года около 10 миллионов. Плюс перевыполнение было около 6 миллионов. То есть это довольно-таки большие средства, даже внутри городского света, которые позволяют решать данную проблему. Вопрос, наверное, присущ многим районным центрам, городам, когда выделяются средства без стратегии развития города на определенные года. Когда на самую главную проблему выделяется большая часть средств с городского бюджета. У нас, к сожалению, такого нет. Я думаю, ситуация должна исправиться в 2018 году. Следующий вопрос. Вы на первое место поставили вопрос дорог в районе. Арцизский район окружен, в общем-то, нормальными путями сообщения. Недалеко от трассы Одесса-Рени. Состояние дороги из Сараты в Арциз более-менее удовлетворительное. Когда-то было так точно. А вот между самими селами действительно, вот еще буквально полтора месяца назад проезжал по полям. Ну, на самом деле, даже с Сарат-Арциз дороги нет. И, опять же, проблема накапливалась довольно-таки длительно. Считаю, что передача баланса дорог с местного уровня на более высокий привело к тому, что... И плюс перегруза транспорта привело к тому, что настолько катастрофически сегодня выглядят наши дороги. Из большой сети наших дорог потребует капитального ремонта более 85%. В денежном выражении это больше полумиллиарда гривен, которые нам необходимы для решения данной проблемы. На сегодняшний день проведены торги по Арциз-Тарутина. И данный ремонт дороги начат в связи с медленно поступающим финансированием. То есть эти работы будут продолжены в следующем году. Дорога Сарата-Арциз-Червоноармейская. Это дорога, которая соединяет Арциз с Болгаром. И с Сарата проведены торги. И работы должны начаться тоже в следующем году. Мы надеемся на то, что и Максим Владимирович Степанов занимается решением проблемы с таможенным экспериментом. Точнее, продлением он в 2018 год. И мы надеемся, что этот эксперимент будет продлен. И у нас будет средство на ремонт этих дорог. Мы со стороны района сконцентрировались на том, что мы выделяем средства на проектно-смертную документацию на эти дороги. Для того, чтобы с этими документами уже искать деньги. Потому что одно дело ходить без документов. Другое дело, когда эти документы готовы и профинансированы. Поэтому мы подали, кроме того, мы подали дороги на фонд регионального развития. Профинансировали проектную работу Арциз-Задунаевка. И торги по этой дороге должны тоже состояться на днях. Тоже мы глобально надеемся в следующем году соединить, если будет достаточное финансирование, соединиться с районными центрами соседними нормальными дорогами. Мы когда говорим о дорогах Арциз-Сарата, Арциз-Сарутина, это дороги, которые соединяют районные центры. Но сам Арциз-Керон довольно-таки большой по площади. Дороги между селами. Вот пример Холмская, Надежда в капусте. Тем не менее, 4 немаленьких села тоже соединены бездорожними. У нас, я сказал, более 85% в катастфической ситуации. Причем не поездные дороги, но стоимость работ довольно-таки высокая. Вот мы делали в этом году капитальный ремонт участка Арциз-Венрадов-Каспасска. Это 2,7 км обошлось службе автомобильных дорог в 10 миллионов гривен. То есть, если посчитать на сеть дорог, то нам на это нужно, повторюсь, более полумиллиарда гривен. Районный бюджет не располагает средствами для ремонта дорог. И все будет зависеть от бюджета следующего года, потому что очень много сейчас спускается с государственного уровня на финансирование местных уровней. И мы будем уже от этого смотреть, какой бюджет должен финансировать те или иные ремонтные работы. На сегодняшний день мы себе ставим задачу, и Максим Владимирович Степанов акцентировал на этом внимание. Мы у себя в районе провели инвентаризацию земли, мы нашли дополнительный финансовый ресурс для местных сельских советов. Сейчас ставится задача перед главами сельских советов и нами, как государственная районная администрация, провести работу по налогу с физических лиц. Потому что это тоже колоссальный ресурс, который может наполнить районный бюджет необходимыми средствами, которые, соответственно, можно выделять на нужды, которые были озвучены ранее. Еще один проблемный пласт, на самом деле, не просто маленькая проблема, а вопрос медицины. Арцистский район был одним из первых, может даже первым, кто внедрял программу кадры, согласно которой я напомню нашим телезрителям, молодые врачи, специалисты, недавно выпустившиеся, могли не просто приехать в нормальную больницу, в одну из лучших больниц в Одесской области, на мой взгляд, ну и получить жилье, существенную скидку на оплату коммунальных услуг. Но, несмотря на промежуточные некоторые успехи, одной программой полностью обновить медицинский персонал, средний возраст которого приближается к 60-65 годам, не получается. У меня вопрос такой к вам. Не так давно губернатор анонсировал внедрение телемедицины в тех местах, куда молодые врачи и вообще врачи не едут. Вы видите в этом перспективу? Да, ну понятно, что губернатор непосредственно ваш начальник, вы не будете как бы спорить, но телемедицина, выход из ситуации реальный? Или есть разные стороны? Я не являюсь специалистом в телемедицине, и опыт, наверное, какого-то района, который это внедрит, насколько я знаю, это будет Акнианский, покажет, насколько эффективно будет внедрение телемедицины. Критиковать или говорить, что это точно сработает, пока рано, потому что нужно посмотреть, как это будет работать. Потому что многие сейчас, все согласны, что нужно что-то делать. Все согласны, что есть проблема с кадром. И она есть не только в медицине. И нужно пробовать внедрять те механизмы, которые позволят людям получить качественную медицинскую услугу, хотя бы на первичном этапе. Потому что если мы говорим, например, о Алексейском районе, то в среднем возрасте, да, он более 55 лет, и программа кадры частично решает эту проблему, потому что к нам приедут специалисты. Но самая главная проблема, на мой взгляд, это проблема первичной медицины, то есть первого уровня. Почему? Потому что в село, первое, врачи не хотят ехать, и они не хотят катастрофически. Второе, их заставить государство не может, потому что отменили обязательную отработку после окончания медицинского университета. Те, кто учился на бюджете, я считаю, что это было абсолютно сделано неправильно. И третье, некоторые сельские советы настолько малы, что держать в этом месте именно врача просто нерентабельно и неэффективно. То есть нужно подходить системно к решению вопросов в каждом районе, потому что ситуация везде разная. Например, у нас населенные пункты, они от 2000 населения сельские советы, в других районах хутора есть и так далее. То есть довольно-таки маленькие сельские советы, в которые точно не приедут молодые специалисты, даже если мы им пообещаем там золотые горы. Потому что сама молодежь, она больше стремится к городам, и это мировая тенденция. Но мы в этой пирамиде, если мы говорим о какой-то иерархии, приоритетах, должны стоять все-таки пациента, на мой взгляд. Абсолютно. На первое место потенциального пациента. Если в каком-то населенном пункте нехватка специалистов, туда не может проехать скорая помощь, то реально нужны какие-то изменения, может быть даже кардинальные. Поэтому, если эксперимент приживется в Акненском районе, то я так понимаю, что вы не будете отказываться от подобных золотых чемоданчиков, да, там так все будет происходить. Ну да, это нужно смотреть на конкретный случай, еще раз повторюсь, и решать эту проблему комплекса. Возможно, даже с кардинальной стратегией развития сельской местности, как такое, и ставить цели и задачи, и по этой программе идти. Безусловно, в первую очередь важен сам пациент, да, и очень важно на раннем этапе выявлять те заболевания, у которых смертность у нас намного выше, чем во всем мире. И вот эту проблему нужно всем нам будет решить. Мы сейчас для себя поставили задачу организовать подвор, уже эту задачу практически решили, мы организовали подворевой обход. Постоянно мониторим состояние здоровья жителей, и исходя из этого принимаем решение. У нас каждый год ездит мобильная группа врачей по селам для решения конкретных задач. Особенно это касается туберкулеза, особенно это касается сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Потому что у нас долгие годы врачи первого уровня забыли, что, и решают, забыли, что они обязаны обходить два раза в год каждый по своему участку, каждый дом, и четыре раза в год, а иногда и ежемесячно, тех людей, которые страдают или иными заболеваниями, для того, чтобы в уровне мониторить их состояние. Вот сейчас задача первого уровня Аркцийского района, задача постоянный мониторинг здоровья населения. Я считаю, что мы обязательно должны с вами встретиться, когда какие-то изменения при помощи, в том числе, новаций, которые иницирует губернатор, приживутся, я надеюсь, в Аркцийском районе, одном из самых передовых районов Одесской области. Спасибо, Сергей, за то, что уделили нам время. Приходите еще с разными новостями, будем рады вас видеть. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя и до новых встреч в эфире. Продолжение следует...